Продолжение следует... Собиратели собрались за одним столом, сидели, выпивали и вспоминали школьные горы. О том, чем все это закончилось, расскажем в ближайшие 15 минут. Итак, вы смотрите участок 112. В студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Преступник задержан, имущество изъято. Служебный пес по горячим следам помог полицейским раскрыть преступление. На первом месте прибыль и потом только безопасность пассажиров. С какими нарушениями выходят на линию городские автобусы? Продавали спиртное детям или вовсе торговали алкоголем, который представлял серьезную опасность для здоровья? Итоги очередной операции. Разговоры с детьми и родителями и почему подростки все чаще уходят из дома. Итак, мы начинаем. Несколько десятков аварий произошло в Алтайском крае за минувшие три дня. Причина – это неблагоприятные погодные условия, то есть плохая видимость и гололед. Особенно сложная ситуация была на трассах. В нашем городе за первые дни ноября зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Пострадали девять человек, в том числе три ребенка. Один человек погиб. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось во втором часу ночи в Приобской части города. 34-летний водитель, управляя иномаркой, не справился с управлением и на скорости влетел в многоквартирный кирпичный дом на улице Горноалтайская. Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи. Был ли водитель пьян – не установлено. Однако известно, что летом этого года бейчанин был лишен прав на 18 месяцев. И еще одна авария произошла на улице Шадрина. Водитель, находясь за рулем автомобиля BMW X5, судя по всему, не вписался в поворот и заехал в продуктовый магазин. Изначально с места происшествия виновник ДТП скрылся, но позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Буквально сразу же в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале магазина. По предварительной информации, за рулем данного автомобиля находился начальник одного из отделов Бийской полиции. Как нам стало известно, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Главном управлении МВД по Алтайскому краю сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Сам сотрудник будет уволен из органов по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. На первом месте прибыль и только потом безопасность пассажиров. Хотя по факту должно быть с точностью, да наоборот. Нередко водители автобуса в погоне за пассажирами устраивают в городе настоящие гонки. И в некоторых случаях все заканчивается авариями. Так, с начала этого года в Наукограде было зарегистрировано несколько десятков аварий с участием общественного транспорта, из которых 15 произошло по вине именно водителей общественного транспорта. И чтобы не допустить подобных инцидентов, полицейские проводят сплошные проверки. Руль справа выворачивай. Все. Хороший. Сотрудники полиции останавливают всех подряд и городской, и пригородный, и междугородный транспорт. Инспекторы ГИБДД проверяют состояние водителей, время, сколько они находились за рулем, наличие всей необходимой документации, правила перевозки пассажиров, также они смотрели состояние транспорта, все до мелочей. И, к сожалению, далеко не все соблюдают правила. Только за три часа инспекторы ГИБДД выявили четыре нарушения. В одном случае не соблюдался режим сна и отдыха. Еще в трех были выявлены технические неисправности. То есть выходить на линию и оказывать услуги по перевозке пассажиров водителям было категорически запрещено. Отметим, что на одном автобусе было установлено газовое оборудование, причем данные изменения в конструкцию транспортного средства не были согласованы. Главная задача подобных рейдов – минимизировать число аварий с участием общественного транспорта и усилить контроль за качеством оказания услуг по перевозке пассажиров. Служебный пес помог полицейским раскрыть преступления по горячим следам. Заявление о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение пункта приема металла, поступило от одного из бийских предпринимателей. Ночью неизвестные отогнули створку металлических ворот и проникли в бокс. И там похитили электроинструмент, три электрических самовара и 12 килограммов меди. Полицейский кинолог, который осмотрел место происшествия, обнаружил на прилегающей территории свежие следы и применил служебную собаку. Дипломированный пес Харт, на счету которого уже не один десяток успешных поисков подозреваемых, уверенно взял след и повел полицейских в сторону частного сектора Зеленого Клина. В общей сложности стражам правопорядка было пройдено несколько километров. Приходилось даже преодолевать сложные участки, на которых след мог затеряться. Но Харт ни разу не сбился с пути и привел полицейских на конкретный адрес, где и собственно было обнаружено все похищенное имущество. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом. Нарушение тайной телефонных переговоров. Бельчанин, теперь уже бывший сотрудник салона связи, а также двое жителей Новосибирской области, обвиняются в совершении нескольких преступлений. Суть заключалась в том, что неизвестный просил новосибирца предоставить ему детализацию телефонных звонков. Не имея возможности и доступа к такой информации, мужчина привлек к исполнению 22-летнего бельчанина, пообещав при этом денежное вознаграждение. Вскоре преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При получении заказа организатор передавал исполнителю информацию о необходимости незаконного получения детализации телефонных переговоров по абонентским номерам. В свою очередь обвиняемый и специалист телефонной компании под своей учетной записью заходил в служебную базу данных и получал нужную ему информацию, которая впоследствии передавалась заинтересованным лицам. В ходе следствия удалось установить причастность обвиняемых к пяти эпизодам противоправной деятельности, от которых пострадали граждане, проживающие в разных регионах Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Добавим, что в ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые через интернет заказывали детализацию телефонных переговоров. За данное преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Участок 112 мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Школьная обида не давала покоя почти 20 лет. Встреча одноклассников закончилась трагически. Продавали спиртное детям или вовсе торговали алкоголем, который представлял серьезную опасность для здоровья. Итоги очередной операции. Разговоры с детьми и родителями. И почему подростки все чаще уходят из дома. Об этом мы не только расскажем буквально через 30 секунд. Программа «Участок 112» выходит при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами спецобслуживания «Центральное». БИИСК достоин того, чтобы стать чистым. И мы приступили к работе. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами спецобслуживания «Центральное» заключает договоры с физическими и юридическими лицами на оказание коммунальной услуги по сбору, транспортированию, обработке и утилизации ТКО. Телефон абонентского отдела 302659. Договор на чистоту. Договор, который надо заключить. Итак, мы продолжаем. Ушел и не вернулся. В Бийске уже вторую неделю разыскивают без вести пропавшего мужчину. Алексея Ельчининова последний раз видели 26 октября. Ровно в 5 утра он ушел с адреса улица Пожарского и где он находится сейчас никто не знает. Его приметы на вид 35-38 лет. Рост 178 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы светлорусые. Имеются татуировки на правом плече в виде дракона, на правом колене кот в шляпе, на левом звезда. На ступнях сверху надпись «Эти ноги целовали девушки Парижа». Алексей Ельчининов был одет в пальто, светлой шерстяной кофте, синих джинсах. На ногах у него были черные туфли. Если вы знаете или видели этого человека, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 39 40 54 либо 02. Школьная обида именно она стала причиной убийства, которое произошло накануне в пригороде Бийска. Приятели собрались за одним столом, сидели, выпивали и вспоминали школьные годы. После один из них убил своего одноклассника. Следственным отделом по городу Бийск, Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему местному жителю в совершении убийства. По данным следствия, 6 ноября в частном жилом доме в поселке Фоминское города Бийска между двумя мужчинами, находящимися в гостях, в ходе распития спиртного произошла словесная ссора из-за школьных обид. Как было установлено, уже во дворе частного дома обвиняемый взял нож и нанес им не менее пяти ударов своему школьному приятелю в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прибывшие медики только констатировали смерть. Человек, который обвиняется в совершении убийства, задержан. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Продавали спиртное детям или вовсе торговали алкоголем, который представлял серьезную опасность для здоровья. Бийские полицейские отправились в рейд, чтобы посмотреть, насколько предприниматели соблюдают антиалкогольное законодательство. В итоге выяснилось, что проблем в этой области немало. В ходе профилактической операции «Алкоголь» сотрудники правоохранительных органов проверили в нашем городе различные точки, где продают спиртное. В итоге было выявлено 8 фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции. В частности, в числе правонарушителей оказался бармен. Он продал бутылку пива несовершеннолетней бийчанке. Также выявлен факт продажи флакона недорогого одеколона с содержанием спирта, розничная реализация которого попадает под запрет, установленный Роспотребнадзором. Кроме того, пресечено два факта продажи алкогольной продукции физическим лицам, не имеющими права заниматься подобной деятельностью. Самое же серьезное нарушение было выявлено в одном из торговых павильонов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. В торговом объекте населению реализовывали спиртные напитки, не отвечающие требованиям безопасности. Все правонарушители привлечены к ответственности. Незаконная спиртосодержащая продукция конфискована в полном объеме. Дети улиц, полицейские Бийска взялись за подростков. Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы во всех общеобразовательных учреждениях. Общаются как с родителями, так и учащимися. Главная задача – вразумить подростков, чтобы они не уходили из дома. Поводом для проведения подобных профилактических мероприятий стало растущее число самовольных уходов юных бийчан из семьи и учреждений с круглосуточным пребыванием. В частности, в этом году на территории обслуживания межмуниципального управления МВД России «Бийская» уже зарегистрировано 94 случая. Уважаемые родители, в текущем году участились случаи самовольных уходов несовершеннолетних из семьи. Так, в октябре самовольные уходы из семьи допустили 18 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 16 лет. Основными причинами самовольных уходов детей из семьи послужили конфликтные ситуации с родителями, недопонимание, отсутствие поддержки и внимания по отношению к детям. Вовремя замеченные проблемы ребенка и правильно организованная помощь со стороны родителей могут уберечь ребенка от самовольных уходов из семьи. Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих несовершеннолетних детей, заботиться об их здоровье, психическом, физическом и нравственном развитии. Помните, что все в ваших руках. Именно от родителей зависит, каким будет ребенок и каким он пойдет во взрослую жизнь. В целях профилактики полицейские проводят комплекс мероприятий различного рода. В частности, принимают участие в школьных родительских собраниях, читают лекции и консультируют подростков по правовым вопросам. Операция продлится до 16 ноября. За это время полицейские планируют побывать во всех учебных заведениях Бийска, а также посетить семьи, которые находятся на учете. Что ж, это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Пока. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. Продолжение следует...